В прошлом году доходы Кировской области составили 42 миллиарда рублей, расходы 46, дефицит почти 4 миллиарда. На майском пленарном заседании депутаты рассмотрели в двух чтениях закон об исполнении областного бюджета за 2014 год. Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Кузнецов сообщил законодателям о том, что областной бюджет формировался и исполнялся в рамках 26 государственных программ. В рамках 8 программ обеспечено решение первоочевидных задач социальной направленности. На эти цели израсходовано около 29 миллиардов или свыше 70% от общего объема расходов областного бюджета. Наибольший объем средств направлен на реализацию государственных программ развития образования, социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, развитие здравоохранения. С учетом реализации мероприятий, проводимых в рамках Года культуры Кировской области, на программу развития культуры израсходовано более полумиллиарда рублей. Правительство области выполнило все свои социальные обязательства перед населением региона, включая повышение заработной платы для отдельных категорий работников бюджетной сферы. Но наряду с успехами докладчик озвучил и серьезные проблемы, появившиеся в 2014 году. Особенно это коснулось доходной части областного бюджета. В целом по собственным доходам уточненные параметры выполнены. Однако выполнение собственных доходов обеспечено за счет перечисления в конце года вненалоговые доходы остатков с лицевых счетов областных учреждений. По ряду основных доходных источников плановые показатели не были выполнены. Так, недопоступление налога на прибыль организаций составило около 1 миллиарда рублей, что обусловлено как уменьшением налоговой базы по отдельным крупным налогоплательщикам, так и возвратами, зачетами образовавшейся переплаты по налогу. Также серьезной остается ситуация в области по недоимке налоговых платежей, о чем депутаты говорили на заседании бюджетного комитета, которое состоялось накануне пленарки. По данным налоговой инспекции на 1 мая совокупная задолженность по налоговым платежам и бюджетным фондам, пение и штрафам увеличилась на 5,3% на 308 миллионов рублей. И по составу на 1 мая составляет 6 миллиардов 88 миллионов рублей. Вот где непаханное поле работы, где нужно приложить все усилия, я предлагаю бюджетному комитету взять на контроль, а правительству здесь поработать и конкретные меры предоставить по взысканию вот этой задолженности. На комитетах депутаты также обсуждали предлагаемые правительством области изменения в бюджет уже текущего 2015 года. Вносятся изменения по средствам федерального бюджета, неиспользованным в прошлом году и возвращенным в областной бюджет в текущем финансовом году по решению Федеральных министерств ведомств на общую сумму 582,5 миллионов рублей. Наибольшие суммы строительство промпарка в Юрьянском районе, строительство центров культурного развития в Кирово-Чепецке, Слободском, Яранске, Консольке, Стрижи, на реализацию инвестиционного проекта внеплощадочной системы города Кирова. Увеличение данных расходов осуществляется за счет остатков средств, сформированных на начало 2015 года, с увеличением дефицита областного бюджета на текущий год. Наибольшие суммы, на которые предлагается увеличить бюджет 2015 года, пойдут на переселение граждан из аварийного жилья, на модернизацию дошкольного образования, строительство спортивных объектов и на поддержку областного агропромышленного комплекса. У депутатов возник вопрос по поводу выделяемых областью 47 миллионов рублей, направляемых на погашение задолженности поставщикам топлива в районы и обозначенных в законопроекте как безвозвратные потери. Мне кажется, вот это понятие как безвозвратные потери следует рассматривать более подробно, выискивать, рассматривать основы. А почему так получилось? Кто виноват в этом? Кто не заплатил? Или кто своей организационной работой превратил эти задолженности в безвозвратные? Не обошли своим вниманием законодатели и увеличение финансирования на промышленные парки. По Слободино увеличиваем ассигнование. У нас не получится опять наступить на грабли очередной раз. Там все проработано, там известные выходные параметры, что мы оттуда получим. Тот проект, который у нас на сегодня есть, проработан у нас полностью. И мы рассчитываем, что при закладывании нашего минимального софинансирования и получении федеральных средств, мы получим уже в этом году работающий промышленный парк с первыми резидентами. На пленарном заседании поправки в бюджет области были приняты депутатами в двух чтениях. Всего же в окончательной редакции на этом заседании было принято 12 законопроектов, среди которых такие, как о почетных званиях Кировской области, о социальной поддержке семей, имеющих детей, о ветеранах труда Кировской области. Самую жаркую дискуссию депутатского корпуса вызвали предложенные рядом коллег изменения, касающиеся кворума законодательного собрания. В соответствии с нормами федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, заседание законодательного органа государственной власти и субъекта Российской Федерации не может считаться правомощным, если на нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов. Оригинальным законодательством 43 субъектов Российской Федерации, из них 5 субъектов Приволженского округа, при определении полномочий заседания законодательного органа субъекта Российской Федерации предусматривается, что его заседание правомощно, если на нем присутствует большинство от установленного числа депутатов. Проектом закона вносятся поправки и в устав области, а также изменения в закон о законодательном собрании области, в соответствии с которыми заседание законодательного органа Кировской области будет правомощно, если на нем присутствует более 50% от установленного числа депутатов. В настоящее время заседание считается правомощным, если участвует две трети от установленного числа депутатов. Предусмотренные законопроектом условия правомощности заседания законодательного собрания Кировской области направлены на обеспечение непрерывности законотворческого процесса, учитывая то обстоятельство, что большинство депутатов законодательного собрания осуществляют депутатскую деятельность без отрыва от основного производства. В случае принятия этих поправок необходимое количество депутатов для кворума, присутствующих на пленарном заседании, снижается с 36 до 28. Часть депутатов в этом усмотрела сворачивание демократических процессов в парламенте. Просто это желание сделать парламент более послушным, более ручным. Ну и, наверное, очередной минус в демократическом процессе, который в нашем парламенте все-таки имелся. Я обращаюсь ко всем, у кого есть совесть и ответственность перед избирателями, не голосовать за данный законопроект. Не поддерживайте. Другая же часть областного парламента высказалась за принятие этого законопроекта в окончательной редакции, приведя в аргументации свои резоны. Сам я работаю руководителем Желковского предприятия и маслозавода. Не получается все время приезжать. Да, я понимаю, что я депутат, я должен всегда присутствовать. Это просто физически вот не успевается, не получается быть на всех заседаниях. У нас большинство людей, занятые люди на производстве. Это одна точка зрения. А вторая точка зрения. Значит, есть несколько человек, которые постоянно диктуют свое мнение, которые могут выйти из зала, хотя они пришли выполнять свою работу тут. То есть они избраны людьми и должны выполнять работу, должны принимать законы. Мне кажется, нужно нам научиться договариваться, слышать друг друга и все-таки приходить к каким-то разумным решениям. Этим законопроектом мы не ущемляем ничьи права. Дело в том, что как голосовали для принятия решений, необходимо было 28 голосов. И сейчас так и остается. Кого? Ущемили права. Этот законопроект, наоборот, защищает права тех, чьи права могут быть нарушены. В итоге голосования поправки в закон о законодательном собрании Кировской области были приняты в двух чтениях. На заседании также было одобрено инициированное депутатом Михаилом Коношевым обращение к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Сергею Нарышкину об увеличении государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Проведение следующего пленарного заседания областного законодательного собрания запланировано на 25 июня. Редактор субтитров А.Семкин